Привет, народ! Меня зовут Сергей Лав, и это видео... Ну, вообще, я его не собирался записывать, а так-то это вроде бы, типа, итоги финала по даджам, плюс новости и всякой информации по обновлению 8.0. И, в общем-то, именно поэтому я и решился всё-таки записать, потому что... Мне вот буквально вчера на стриме спрашивали, Серёга, что там, как по итогам по даджам? Но, на самом деле, рассказывать тупо не о чём. Опять же, вы видели, что со своей точилкой-сборкой я смог в лёгкость залететь аж в топ-20, и, надо сказать, я впервые в жизни попадал в топ-8 по финалу. Ну, не весь какое достижение, учитывая, что за тачку там разыгрывали, да, я даже сделал себе скриншот, но сейчас лениво его искать, там где-то фотошопить, да, прикладывать. Я думаю, вы мне поверите, тем более не весь какой обман будет, если нет. А где это тачило? Во. Я даже такой мысленно почесал репы, такой, ну, может быть, и неплохо будет выиграть этот Порш, если мне дадут. Но, как вы понимаете, очень быстро меня оттуда вытолкнули, просто сетка была неполная, когда я заходил, да, там было только половина людей. И, на самом деле, для победы нужно было бы два легендарных доджа, как минимум, вместо моего вайпера, который красный и говно. Но, на самом деле, да, опять же, в комментариях писали, не настолько уж прям говно, просто потому, что на всяких извилистых, и что собой действительно на картинге, он обыгрывал и чарджеры, и дайтону. Но дайтону вообще, вот дайтону, да, действительно, мусор, можете смело ее выкидывать, она вообще нигде никого не выигрывает, по-моему. Ну, да, может быть, там на G-Test каком-нибудь, но, вот, серьезно, сколько не видел каких-то American Dream туриков, дайтону прям совсем выпадает, и, как правило, у нее есть аналог или что-то еще покруче. Да, но вот, как бы, тут додж, вот этот вайпер 10, он там что-то еще показывал. Но, тем не менее, это было абсолютно недостаточно, чтобы входить в топ-10, более того. Я видел Челика на первом месте, у которого, не помню, это, по-моему, на видео не было. У него, блин, легендарные вайперы были вкачаны, не на максимум, конечно, но у него было, там, что-то типа 3.0, 98, что ли, обе вайпера. То есть, он туда запихнул, в один, я так понял, два грейда минимума, в другой один грейд минимум. И вот, что хочешь, то и делай, да, то есть, даже два, просто два легендарных, как бы, две тачки номинально не гарантировали то, что ты сможешь в топ-8 соревноваться. Ну и плюс, как бы, мой хилкет, он зеленый, а нужен желтый. Да, и опять же, в восьмерке уж точно нашлись люди, у кого были желтые хилкет. Собственно, поэтому я немножко так пускал, ну не то чтобы слюни, да, гипотетически, ну так, посидел, почесал репа. На самом деле, я к чему это? Потому что, да, точила полный кал, говнище, все это мы все знаем, да, но, на самом деле, этот Porsche мог бы стать таким стартом для моего Porsche гаража. Не сказать, что прям суперстартом, да, но вот я как раз-таки в прошлом видео, по-моему, поднимал эту тему, что, как бы, гараж, он не из воздуха появляется, да, и все равно что-то должно быть первым шагом. Чтобы уже потом говорить, а, ну вот у меня уже есть гараж, да, поэтому, конечно же, машина это усилила мой гараж. Поэтому хорошо, действительно, ее сейчас прокачать. Но с чего-то начать-то надо, да, и вот этот Porsche мог бы стать началом, он был бы где-то 4.0.90, наверное, да. По характеристикам с одной звездой я имею в виду 4.0.90, то есть это, конечно же, не фонтан, и это даже проигрывало бы прокачанным красным Porsche, типа, там, того же, как он, Кайман, или кто, Бокстер, Бокстер, команда у меня перед глазами, Бокстер, он бы проигрывал, да, но он бы не потратил бы ресурсов слишком много, да, там, чуть-чуть денег. На эти первые стартовые три звезды это все-таки копейки, которыми можно пренебречь, согласитесь. И, опять же, тебе же нужна не одна тачка, а много, выпадет Бокстер когда-нибудь, может быть, да, и ты такой, о, у меня уже есть Кайман, и вот к нему Бокстер, да, это уже, как минимум, два Porsche, которые что-то делают, ты, да, и ты в турнире Porsche уже их два ставишь, вот, ну, это я так попускал немножко слюни, но меня быстро вытолкнули, собственно, из финала, из топыча, меня вообще выкинули аж за сороковое место даже, я понятия не имею, как, с учетом того, что я спокойно заходил в топ-20, но в конце, в последние часы было тяжело, но я даже могу сказать, что я не сидел до ночи, не ждал финала, я в тот день очень рано встал, там, в 5, что ли, в 6, и я часов в 10 уже просто отрубился, мы с ребятами там посидели по делам, я вообще мега-овыщем посидел с ними, еле помню, что там происходило, потому что это реально вот в таком состоянии, оно не какущие, да, я в 10 отрубился, находясь где-то на 20-х местах, закончил вроде на 34-м, да, потому что я так подумал, ну, пофигу, да, то есть за 80-ку точно не выкинут, да, ну, ну, не получится в сорокете усидеться, ну, окей, но усидел в сорокете, и, собственно, на самом деле рассказывать-то больше и нечего, потому что в ПВЕ-испытании мне не выпало ровным счетом ни хрена. В финале мне не выпало ровным счетом ни хрена, это 3 карбон-пака, и из них просто еда нападала. Что мне выпало за финал? Смотрите, потрясающе, невероятная, увлекательнейшая машина, просто фантастика. Мазда RX. Да, эта Мазда выглядит прикольнее, чем та, что у меня есть, но я в свою тут уже засунул грейды. Это самое обидное. И вот что мне с этой делать? Ну, пишите в комментариях, что мне делать. Ну, она визуально прикольная, да и то прикольная, она только потому, что фотка другому, да, сделана. Так-то это та же самая машина, на самом деле, да, она просто сфоткана. Прикольнее. Ну, что, мне ее качать, что ли, за этого? Выкидывает свою текущую, ну, такое себе, да, и мне кажется, этим можно пренебречь. Я, конечно, заколлиционирование топлю, но ресурсы при этом разбазаривать-то тоже не хочется. Ну, вот и все, что я получил за этот турнир. Вы скажете, Серега, я их жаловался, накануне выпал Супер Хиллкет, абсолютно точно. И вот этот Поршик в комментариях мне подтвердили, что это имба-имбище в 80-х, прям вообще мега-тема. Да и за пределами 80-х тоже вроде как что-то делают успокоили, потому что я боялся, что это вот эта травма детства такая, что, на самом деле, он не имба-имбище, но... Нет, все-таки имба, да, я все сомнения развеял свои. Вот, и как бы, ну, как видите, рассказ не сильно большой, сколько мы тут, 6 минут просидели, а при особом старании можно было это уложить, наверное, в меньшее количество времени, да, минут в 4. И это вообще не мой формат, как вы понимаете, я такое не особо люблю. Но вот я сегодня проснулся и получил плохие новости. В общем-то, появилась темка. Вообще, мы поговорим об одной теме, для меня она не новая, я ее и сам о ней думал, да, как бы абсолютно здравый смысл, но мы поговорим о ней. Во-первых, появилась тема прогрессии по патчу 8.0, где разработчики говорят, что, мол, не получается у них выпустить апдейт, потому что вот этот клубные заезды, это очень такая массивная механика, очень много взаимосвязанных элементов, это все нужно закодить, протестировать, отдебажить, в общем, это займет больше времени, чем они ожидали, и бла-бла-бла. Короче, не ждать нам в ближайшее время. К чему это они клонят? Потому что, я так понял, в конце месяца, то есть в конце марта, март же сейчас, или что там, март, выйдет, в общем-то, урезанная версия патча 8.0, только с тачками и парами юзабилити прибамбасов. И то, я не особо понял, все ли тачки нам выпустят, или только французские тачки, то есть часть автомобиля. Я, потому что не вчитывался, прочитал по диагонали, если вы более осведомленные, или вот на экране у вас инфа есть, и вы отсюда можете зачерпнуть ее, ее рассказать, ну окей. Короче, суть в том, что в патче, в общем-то, 175 автомобилей, это, как говорится, как самый большой патч, и он добавляет не только французские тачки, но и по всем, по некоторым, точнее, другим производителям, он также добавляет машины. И вот, собственно, насчет фич юзабилити. Из самого такого полезного, что я увидел, это то, что теперь можно будет фильтр, который, знаете, в турнире, когда два условия, типа, там, какие-нибудь двухместные автомобили, стандартные покрышки, и вот ты хер их отсортируешь одновременно, я вообще до сих пор не понимаю, почему оно так не работает в игре, по дефолту, да, это должно было быть так, что ты, типа, оба фильтра выбираешь, и они оба применяются, но это как бы не так. Они каждый применяются по отдельности, и получается, короче, говнище. Ну, вы сами знаете. И вот оно, наконец-то, будет работать так, как и должно, да, то есть два условия, ты оба их выбираешь, и сортируются те тачки, которые удовлетворяют обоим условиям. Класс, потрясающе, однозначно, плюсяка. Ну, вот, как бы, такого еще... А, и то, что в конце заезда будет показываться время заезда, это тоже, вот, вообще, серьезно, почему это нет в игре сейчас, то есть... Вот машина едет, да, и ты должен время засейвить, если ты хочешь где-то записать, запомнить, тебе нужно сделать скриншот вот в этот, там, пару секунд, когда машина финиширует, потому что сейчас тебе покажут финальный экран, на котором ни хера не будет информации о том, зеркалку пофинишировали тачки. Удобно же, да? И вот, наконец-то, будет не через жопу это сделано, но вот, как бы, все. Дальше инфа о том, что 170 тачек, 175, и вот, собственно, здесь мы подходим к теме, которую я и хотел озвучить, она достаточно очевидная, и она относится не только, даже, наверное, не столько к самой игре Top Driver, сколько вообще к чему-то подобному коллекционному. Смотрите, в чем дело. Логично, что какой-то движ нужен, да, и какие-то обновления, обновления, какие-то новые тачки нужны, да, иначе, ну, все собрали то, что есть, что делать, да, контент нужен, все хотят новый контент. Ну, вот какое дело. Смотрите, что они сделали, всегда будут недовольны, и всегда кому-то не угодишь. Максимальный пример — это вот турнир с Остинами. Уже на теме, на форуме я делал темы, где челы жалуют, что, типа, вот, у меня нету трех Остинов, типа, я первый пропустил, и все, я, типа, выпадаю, ничтяки не могу собрать, типа, типа, чё бы разрабам не повторить их, там, не раздать, как-то не продать. Естественно, как бы, я не согласен, да и все остальные тоже с этим не согласны, потому что это единственный смысл вообще вот этого коллекционирования, вот этого турнира Остиновского, да, что ты, как бы, собираешь. Иначе, если их потом всем раздадут, да, скажут, типа, ну, вот, смотрите, каждый Остин 500 голды покупайте, да, кому-кого не досталось, то это обесценит вообще суть того, что ты целый год собирал их, переживал за их собирание, да, то есть, сами понимаете. Вот, наверное, здесь единственная проблема, то, что разработчики, наверное, слишком швахнули срок, год, это очень много, да и для мобильной, вообще, наверное, для игры, игры-сервиса, да и для мобильной тем более. Мне кажется, всё-таки в среднем люди играют меньше, чем год в игру, да, а устраивать один, как бы, ивент на такой срок, мне кажется, это перебор. Стоило сделать сроком в полгода, да, более-менее хотя бы адекватная цифра, да, но не год. Ну, это отдельная тема, но это наглядно показывает, что, как бы, всем не угодишь. Вроде бы, это начинание правильное с этим турниром, да, но вот, опять же, появились те люди, которые начали играть позже, кто не собрал все Остины, и им это не нравится, то, что они выпадают, собственно, из всего турнира практически, да, потому что они не могут собирать финальные ништяки, потому что для финального ништяка требуются все Остины текущие, которые были. Вот, это пример. Так вот, что с тачками? Смотрите, если ты, как бы, вариант, ничего не добавляешь в игру, это плохо, потому что нет нового контента. Ты добавляешь новый контент. Как, что ты можешь добавить? Ты добавляешь какие-то новые имбовые тачки. Это плохо, потому что устаревают те тачки, которые игроки уже собрали, сколлекционировали, прокачали, вложились, и они в обновлении превращаются в тыку, потому что из топ-1 они превращаются, ну, в лучшем случае, в топ-2. Да, и согласитесь, это не то, что ты собирал и коллекционировал. Плохо. Окей, можно добавлять тачки, которые хуже текущих, но тогда зачем? Потому что они просто добавляют дополнительный мусор в игру. Да, то есть, что ни сделай, всем плохо. Нужен какой-то баланс, согласитесь, какое-то грамотное соотношение. И вот эта тема также относится, допустим, к тематике Херстоуна. Ну, я не особо высокого мнения об интеллекции среднестатистической аудитории Херстоуна. То есть, играет хорошее, но оно слишком кузуальное, поэтому, ну, совсем уж аутистов вокруг неё просто тьмать мощь. Да, и там вот я миллион раз видел просто эти высказывания, типа, вот зачем дополнение, типа, 100 карточек из них играбили, и только 10. Ну, блин, не могут быть все карточки одинаково крутые. Это бессмысленно добавлять, да? То есть, ты открываешь пак, и у тебя все карточки хорошие. Ну, это бредово. В чём тогда радость, то, что ты вытащил крутую тачку, да? Вот то, что я Хилкета достал. Если все тачки такие же, как Хилкет, да? Как говорится, среди эллиданов никто и не эллидан. Ну, и как бы, и самый главный фактор, деньги же надо ещё получать за это, да? Если будет там, вот, мы добавили 10 тимбовых тачек, вот они, всего их 10, да? Ты просто их взял, купил, и всё. Они тебе выпали, и ты не покупаешь паки не больше, да? То есть, вы сами понимаете, это очевидная вещь. Поэтому нельзя так делать, и должен быть какой-то баланс. И вот, когда я увидел цифру в 175 машин, меня это, если честно, поднапрягло. То есть, вот, как раз-таки я топлю за контент, да? Из-за здравый смысл, из-за всего такое, но вот цифра в 175 меня как-то поднапрягла, потому что, ну, по ощущениям, что-то как-то это, ну, слишком много. Да, то есть, всё-таки порционный контент, это хорошо. А когда его вывалят столько много, да, наверняка будет что-то шляпой, но будет и новая имба. Но я думаю, что слишком уж многое поменяется, да? То есть, опять же, при таком количестве автомобилей обе крайности будут плохи. Точнее, даже не то, чтобы обе крайности, даже при правильном соотношении всё равно обе крайности проявят себя. Потому что, с одной стороны, и говна добавится слишком много, и имбы добавятся слишком много, потому что, в принципе, добавляется слишком много. Да, и не сказать, что, мне кажется, это хорошо, потому что, опять же, последний мой опыт в топ-драйвере показывает, что вот, ну, вроде бы, у меня есть такой гараж, где самые такие ходовые, казалось бы, самые такие по статам, да, хорошие тачки, они есть. Но проблема в том, что турниры идут вот вырвежопные. И вот буквально недавно был турнир, не помню, по американскому мечте было или нет, вы, кто играет, наверное, видели, вот буквально, может быть, дней пять назад, там использовались плимуты, там были, короче, улицы и какие-то условия, потому что там плимута были, очень много их использовали для среднего процесса. То есть, плимуты, это такое говнище, просто вот этот мусор, у меня поэтому их даже в гараже нету. Но вот разработчики создали, там, вот эти условия, то ли американская мечта, и еще что-то, вот. И вот эти плимуты там показали себя. Ну, не то чтобы супер, да, но у кого они были, тут там что-то мог делать. Я без них вообще как-то выглядел достаточно прохладно. Вот. И вот именно так начинает выглядеть игра, да, то есть тебе нужно собрать не просто какие-то неплохие тачки, которые вот выглядят неплохие, а в принципе, вот на этом этапе тебе нужно коллекционировать вообще все, что ли, абсолютно все говно, которое есть в игре. Вот сейчас биг-турнир был, биг-говнище, да. Ну, окей, говнище, но тебе нужен биг, потому что будет биг-турнир. Там, волхвалу Opel. Ну, говнище какое-то вообще, ноу-неймерское. Ну, собираю волхвалу Opel, потому что, ну, потому что бывают турниры, но вот это вот, я не знаю, как это читается, так как волхвалу, смахвал, короче, какой-то, да, Opel, и так далее, и так далее. То есть, ну, согласитесь, коллекционировать всякие трошанины, ну, просто потому что будут тебе хитро выделанные постоянно турниры выдавать, да, а крутые точилы, которые вот по статам крутые, но они у тебя в гараже стоят, пылятся, потому что ни одного турнира, биг, под них нету. Такое себе, согласитесь. И вот большое количество тачек выглядит, наверное, не тем, что хочется. Плюс, как вы понимаете, большое количество тачек в одну единицу времени будет означать, опять же, то, что кто больше бабок занес, тот и соберет, да, большую, лучшую коллекцию. Это вот, собственно, то, что я увидел, и то, что я вообще могу вам рассказать даже без каких-то спецзнаний и спецпрочтений. Но саму тему, которую я озвучил, на самом деле, также писал здесь разработчик. Есть одна очень тема, собственно, я, как сказал, новость печального, да, вот-вот, ваксхолл этот. Как читается, ваксхолл, наверное, хер бы знал. Так, вот. Рип Хилкет Овнерс. Когда я эту тему увидел, мне прям совсем стало грустно. Короче, в пайще 8.0 добавят еще один Хилкет. И по цифрам вы смотрите, он лучше текущего Хилкета. Воп-воп-воп. Гениально. Охренительно. Шикардосно. Да. То есть, да, Хилкет стал имбой, и разработчики в следующем же паще добавляют тачку лучше, чем этот Хилкет. Опять же, здесь можно сказать, Серега, ну, типа, ты за это начал гореть, потому что тебе самому он выпал. А ты сам же говорил, что ты, типа, топишь за здравый смысл, за общее и все такое, да. Да, действительно, я этот момент могу прочувствовать только потому, что у меня у самого есть, но и обратить на него более пристальное внимание. Но сами подумайте, подумайте, это тупо и придово, это просто некрасиво по отношению к игрокам. То есть, опять же, я не говорю, что не нужно добавлять тачки, которые будут лучше текущих, но здравый смысл подсказывает, что логично трясти мету в тех местах, где она уже давно стоит и никак не шевелится. Да, то есть, вот где уже там какая-то топовая тачка есть, вот она год там есть, и вообще вот, и есть она там и есть. Логично, что стоит как-то ее немножко подвинуть, да, и как-то встряхнуть этот аспект, чтобы освежить ощущения от конкретно данного какого-то направления. Но здесь была тачка добавлена в прошлом патче. Все гнались за этими хилкетами, донатили ради того, чтобы, знаете, паки даджей, чтобы выбивать вот эти хилкеты, да, и вот тут проходит буквально следующий патч и добавляется лучший хилкет. Но это свинство, да и только. В общем-то, когда я это увидел, серьезно, вот, ощущение свинства, да и только, меня не покидают. Где-то здесь разраб, собственно, расписал примерно то же самое, что я урописал. То есть, как бы, какие есть вообще возможности у разработчика, да, добавлять тачки, которые лучше, чем текущие, и этого нуждает тебя покупать паки, чтобы оставаться, продолжать, быть конкурентоспособным, да, то есть, это как бы неприятно. Да, опять же, получается, добавлять тачки, которые говно, но это тогда добавляет больше говна в паке, и, соответственно, шанс выпадения чего-то хорошего снижается, тоже как бы не особо. Ну и вообще не добавлять тачки, да, то есть, он немножко здесь о другом, он не так разжевал это, но, как бы, тема и мотивы понимается, да, то есть, опять же, это не разраб плохой, как бы, но просто реально каких-то других вариантов нету. Но, опять же, это не значит, что нужно просто выпускать имбу и в следующем патче выпускать еще больше имбу на этом же самом отрезке, да, то есть, эта тачка, как вы понимаете, будет добавлена в американскую мечту, не в какую-нибудь там французскую мечту, да, пусть она была бы французской мечтой, да, то есть, какая-нибудь тачка, которая лучше Хелкета, но они просто, как бы, в разных турнирах участвуют, да, под разными тегами, под разными все, нет, эта тачка будет именно под тегом американской мечты, это прямой конкурент Хелкету. Единственное, что какое утешение я прочитал в комментариях в этой же теме, это то, что, ну, это практически цитата, надеюсь, что разработчики все-таки не совсем долбоебы и не кончены, и, мол, у этой тачки будет плохой МРА, и вроде как, там говорят, что у него, наверное, вроде бы хуже МРА должен быть, если по характеристикам по реальному смотреть, да, и Charger, в принципе, не, то есть, если брать Charger с RT8, да, это он не тачка с хорошим МРА, и Charger 34 тоже не тачка с хорошим МРА, да, вот, и то, что, мол, будет так, что, ну, человек предполагает, и это, на самом деле, пример грамотный, если так будет, я скажу, да, в принципе, здесь все правильно, я абсолютно не против, оно нормально, да, оно терпимо, приемлемо, логично, короче, у этой тачки будет хуже МРА, но лучше разгон на 0,60, соответственно, она будет выигрывать одну четвертую и одну вторую, но проигрывать одну милю и тестовый круг, я скажу, да, действительно, это здраво, потому что, когда все-таки имба заключается в рамках одной тачки, это стремно, так добавится вариативности, да, то есть, один Charger на одной трассе, на одних треках выигрывает, другой на других, и какого-то универсального имбового нету, это будет правильно, это абсолютно поддерживает, но как оно будет в реальности, я не знаю, и в любом случае, достаточно чумошно, я считаю, что вообще потеснять тачку, которая, вот, которая все гнались, буквально, это был хит патча 7.0, вот, не там Viper, да, легендарный, ничего нет, именно Dodge, Hellcat, вот эти два, зеленые и желтые, вот именно они были хитом, именно они были мечтой всех игроков в патче 7.0, и теснить эту тачку сразу же следующим патчем, я все-таки считаю, свинство, как ни крути, как ни подходи, даже если само решение по себе правильное, но ведь в куче других мест есть абсолютно безоговорочные имбы, которые не двигаются никак, да, и которые причем уже давно, и почему бы с ними ничего, что-то не сделать, ну, и тем более мне обидно, то, что это, блин, реально выпала единственная тачка, да, вот, как говорится, судьба, космос, там, мы посылали флюиды, да, то есть, и вот она, подарок судьбы, и судьба говорит, а пошел бы ты, Серега, ну нахуй, да, потому что мы добавим больше имбу, прям вот, ты буквально, ну, заезд ради говнища покатался на хилкете, ну и все, выкинь его, он в додж свой засунь, и подотрись, да, потому что, все, короче, нам нужны бабки, судьбе нужны бабки, она добавляет новый хилкет, че еще я могу добавить, ребят, да, ничего, наверное, да, пишите, в инвентарии, увидимся.